Всем привет! Сегодня будет достаточно длинное и информативное видео. Я буду собирать компьютер для монтажа 4К, чтобы наконец-то мои 10-битные видео с Fuji X-T3 можно было монтировать без прокси. Если компьютер потянет 4К 10 бит в Premiere Pro, то остальное будет уже не важно. Также расскажу, на чем я монтировал раньше. Сейчас монтирую. Поехали! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Виндос для монтажа Субтитры сделал DimaTorzok В Final Cutie все намного быстрее. К тому же докупив большой монитор, клавиатуру и мышь становится намного удобнее работать, потому что большой монитор Субтитры сделал DimaTorzok 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 Легко на предыдущем компьютере Белый вид на моем беном Возможно бы и не пошло Но если, к примеру, открыть 4К 60 фпс в 8 битная То все прекрасно работает Вот, как видите Воспроизводится Ну, 10 бит все таки дает о себе знать не у каждого он нормально идет 60 fps для примера перетягиваем вот 4к 60 fps 8-битный пожалуйста работает как часы то есть не каждый человек сразу хочу сказать не будет снимать в 10 бит все подряд потому что во-первых это занимает очень много места по сравнению с 8-битным видео и в некоторых случаях 8-битного видео будет просто достаточно цена данный макбук не обошелся в 1000 долларов это цена хорошего ноутбука на windows почему я не взял новый на windows а все потому что ни один windows ноутбук не идет в сравнении с макбуками от apple на windows системах я не получу той же производительности в таком компактном корпусе и теперь о самом главном и пожалуй самым интересным в этом видео а именно о сборке компьютера для монтажа с запасом на будущее так как я полностью все продал от своего компьютера кроме жесткого диска на 1 терабайт и звуковухи мне пришлось закупать все опять по новой и так железо которое будет входить в данную сборку процессор intel core i7 8700k видеокарта gigabyte gtx 1080ti на 11 гигабайт ssd samsung 970 evo plus m2 на 250 гигабайт под windows также еще один ssd на 240 гигабайт от фирмы gigabyte который шел в подарок с материнской платой жесткий диск у нас с предыдущей сборки western digital black на 1 терабайт 2013 года оперативная память kingston hyper x predator с частотой 3000 две планки по 16 гигабайт материнская плата gigabyte z390 aurus elite охлаждение под процессор cooler master master air ma610p блок питания enermax revolutions кпд 85 плюс 950 ватт монитор delt с 27 дюймовым с 2к разрешением клавиатура кугар в интер мышь кугар revanger итак давайте пожалуй начнем наш тест и самая не оптимизированная программа на сегодняшний день это пример про 2019 но я его люблю так сказать в общем запускаем тест двух видео с максимальным качеством записи на fuji x-t3 это прям потолок у нас получается 4к 10 бит и 400 мегабит а также all intro установлен в общем это прям скажу максимальное качество которое может выдать fuji x-t3 и и это эти файлы весят очень много короче вот этих по пару секунд три файла у нас получилось на 5 гигабайт короче в общем закидываю два файла которые один снят у нас в обычном цветовом профиле а второй снят у нас в f-log который мы как бы еще и покрасим в общем стоит у нас предпросмотр в премьере максимальный то есть полный и при остановке и при воспроизведении что прямо максимально должно нагружать систему в общем нажимаем на play это я делал проводку со штативом то есть возможно какие-то дергания чисто из-за штатива как видите все работает достаточно плавно при том что максимальный предпросмотр стоит которые чаще всего вы не будете использовать то есть в крайних случаях при цветокоррекции я обычно это все делаю чтобы прям видеть максимальное качество при покраске видео обычно я ставлю или же одну вторую или же 1 четвертую крайних случаях 1.8 то есть 1.8 вообще еще пока никогда не ставил потому что хватало 1.2 ну теперь еще для максимальной нагрузки давайте покрасим видео которое снято на fuji x-t3 в флок то есть накинем фуджевский лут который преобразуется флок в рек 709 цветовое пространство так где у нас тут луты x-t3 в общем вот изображение стало цветное и здесь вы еще можете сделать какую-то там цветокоррекцию подправить контраст насыщенность тени и так далее мы этим сейчас заниматься не будем по крайней мере мы уже преобразовали в цветовое пространство рек 709 и сейчас мы это все будем воспроизводить как видите даже и когда я провожу по курсорам по таймлайну то есть оно все как бы не тормозит в общем нажимаем воспроизвести напоминаю что стоит полный предпросмотр то есть это максимальное качество предпросмотра и как видите все абсолютно то есть ничего ничего не тормозит конечно в идеале вы должны заполнить полностью таймлайн ролик хотя бы минут на 10 цвета коррекции тогда в полной мере мы протестируем систему с пример про что в общем то мы сейчас и сделаем я открою свой старый обзор которую я уже сделал на слайдер там у нас ролик минут на примерно на 6-7 но сейчас как видите у нас 10 бит воспроизводится очень плавно без каких-либо тормозов и для меня это уже просто счастье я уже молчу про 10 бит у меня с 4к предыдущей системы предыдущий компьютер который собирал 2011 году с обычным даже 4к у меня просто ужасные тормоза я использовал всегда прокси если бы не прокси я не знаю все остальные ролики которые у меня были тесты и fuji когда его брал на тест я бы их конечно же не сделал вот у нас здесь достаточно такой насыщенный таймлайн объясняю ситуацию здесь у нас снята на fuji а также снято еще на sony a7 3 вот sony у нас с этой вот пометкой то есть я пометил эти ролики которые сняты на sony желтым они у нас сняты в цветовом профиле s-log и также применен лут и с небольшой там цветокоррекцией вот если мы отожмем вот все у нас в 4к и 25 кадров в секунду так сейчас сделаю немножко тише в общем воспроизводим а давайте сначала без цветокоррекции а давайте полный предпросмотр поставим что-то я схалтурил в общем работает теперь давайте тоже самое ставим цветокоррекцию то есть возвращаем эффекты все нажимаем play как видите ничего не тормозит конечно при долгой работе когда забивается память хотя вряд ли меня забьется потому что у нас 32 гигабайта оперативной памяти ну бывает проблема потому что это премьера он не оптимизирован нифига и могут быть лаги так что желательно ставить на предпросмотр хотя бы 1 и 2 и так это было sony a7 3 sony снимает в обычного 8-битном цвете и также как бы там по моему максимальное качество 100 мегабит также у нас есть видео которое снято на fuji x-t3 с покрасом плюс здесь у нас 4к и 60 кадров в секунду воспроизводим так останавливаем как я и сказал это 8 бит и еще у нас есть 10 бит на которой я снял отдельно то есть себя вот точнее ну да себя но тут только помещение уже здесь никакого покраса нету здесь стоит профиль пленки какой-то там в общем я думаю в дальнейшем в дальнейших видео о том как снимать на fuji x-t3 я расскажу и здесь у нас 10 бит и 24 кадра в секунду 100 мегабит дополнительная комплектация в которую входит полный предпросмотр так нет это у нас где-то я больше всего говорю сейчас выставим да вот вот полный предпросмотр максимальная длина проезда камеры составляет 54 сантиметра при том что длина самой конструкции всего 30 сантиметров это был 10 битный 4к и 100 мегабит как видите тоже все работает замечательно и так теперь у нас программа davinci result на которую в основном сейчас многие переходят потому что она более-менее оптимизированы плюс здесь практически все инструменты которые вам необходимы для работы здесь даже и трекинг есть если вы знаете в пример про нету трекинга вам нужно весь проект переводить на в after effects делать трекинг и потом обратно загонять а здесь вы очень многое сможете сделать не выходя за не ну не переходя на другие программы это 16 версия самая последняя бета мы закидываем сюда два вот эти же файла с максимальным качеством 10 4k 10 бит 400 мегабит all intro так теперь в общем нажимаем воспроизвести нет давайте перемотаем чуть да это у нас первый идет f-log который мы также еще и покрасим лутом кстати я уже вижу что эта программа как-то легче переносит файлы fuji ну и вообще 4k так и то же самое только уже с цветовым профилем да все работает замечательно теперь давайте f-log еще покрасим в общем переходим в color создаем еще одну ноду коррекции так давайте добавим и выберем какой нибудь из представленных лутов не знали здесь есть для fuji скорее всего нету но сейчас что-то выберем есть panasonic sony так и давайте может что-то из вот фильм fuji фильм кстати есть какой-то выберем и так давайте воспроизведем как видите все работает очень плавно можно еще что-то с цветами поработать короче что-то мы нахимичили с цветом и теперь можно это все будет воспроизвести короче получили вот такой вот результат и я хочу сказать то что то как все воспроизводится в общем компьютером я очень доволен подведя итог этого видео могу сказать следующее если вам важен компактный и в то же время надежный компьютер на который можно всегда положиться который можно с собой взять в любое место к примеру вы можете с ним работать как дома на кровати также взять его в кафе или ваше какое-то там путешествие то конечно выбирайте mac если вы работаете только дома и работайте с большим объемом файлам работайте как с графикой так и с монтажом больших в больших объемах видео и к примеру если вы еще хотите немножко что-то поиграть то конечно это windows надеюсь это видео было вам полезным или по крайней мере интересным кстати исходники которые она снимала заради вот это вот видео я уже пересчитал и там 200 гигабайт не считают это вот разговорного вот такая у нас цена таких вот качественных видео надеюсь качественные кстати как вам компьютерная тематика ну то есть вот эта тема монтаж и также сборки компьютера напишите это в комментарии подписывайтесь на канал подписывайтесь на instagram с вами был гений всем пока что Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok